Меня зовут Дима, и я в компании RedMetRobot занимаюсь мобильной разработкой под Android. Ну и, соответственно, тема моего доклада тоже будет в первую очередь интересна мобильным разработчикам и тем, кто с этим как-то связан. Здесь много вообще тех, кто мобильной разработкой занимается. Так, мобильной разработкой под iOS. Есть кто-нибудь? Отлично. Я думаю, особенно интересно будет тем, кто занимается iOS, потому что те, кто занимается Android, смотрят Google.io и всякие такие штуки, уже знают что-то про Firebase, а iOS-ники обычно не знают, хотя практически все инструменты Firebase кроссплатформенные. Немножко о том, что такое вообще Firebase. Google купил Firebase в 2014 году, и на тот момент это был стартап, который занимался облачными базами данных и средствами аутентификации пользователей. Но, получив доступ к угловым технологиям, ребята в Firebase начали добавлять всякие новые штуки, Google перетягивал к ним свои некоторые старые сервисы, и уже в 2016 году на Google.io представили новый Firebase. Firebase — это уже была такая большая платформа со множеством инструментов. На данный момент этих инструментов 15, и ребята в Google и в Firebase делят их на три основные группы. Это инструменты, которые помогают в разработке, инструменты, которые помогают росту приложения, инструменты, которые помогают зарабатывать. И все это крутится, здесь прям кружок даже есть, вокруг аналитики. Я про все не буду рассказывать, потому что иначе получится по паре слов на каждый. Я взял некоторые из них, вот они сейчас выделены белым, и тоже разбил их на три группы. Это инструменты, которые помогают привлекать пользователей, инструменты, которые помогают изучать пользователей, собирать данных о них, и инструменты, которые помогают взаимодействовать с пользователями, в том числе на основании собранных ранее данных. Итак, первая категория — это инструменты, помогающие привлекать пользователей. Сюда я включил Dynamic Links, Invites и Upindexing. Dynamic Links с точки зрения пользователя работает очень просто. Пользователь откуда-то получает ссылку, переходит по ней. В случае, если у него нет установленного приложения, то открывается Google Play или App Store. Если установленное приложение есть, то оно сразу запускается. И после того, как приложение запущено, могут произойти какие-то действия, которые заложены в самой ссылке. Например, открывается конкретный экран или заполняется какая-то форма заказа, например. И для тех, кто знаком с диплинками, все это выглядит очень похоже, наверное. Но здесь есть некоторые существенные отличия, почему Dynamic Links — это круче, чем обычные диплинки. В целом, работа с динамик-линками происходит следующим образом. Сначала нужно создать ссылку, которую пользователь будет получать. Здесь есть несколько способов. Во-первых, можно это сделать через консоль Firebase. Заполняется такая форма с минимумом полей. Это поля для ссылки, которая будет работать на андроиде. Если к приложению в Firebase добавить еще и iOS, добавится еще 2-3 обязательных поля. Плюс есть множество необязательных полей, которые позволяют кастомизировать поведение этой ссылки. Например, в случае, если приложение у пользователя не установлено, необязательно ввести его в Store, можно отвести его в Web-версию. Или, например, если ссылки будут работать только в 10-й версии приложения, а пользователь установлено 9-е. Это тоже можно указать дополнительным параметром, и пользователи с недостаточно новой версией приложения будут отправлены в Store для обновления. Также ссылку можно создать вручную. На экране два примера ссылок. Одна для Android, а другая для iOS. Здесь есть примеры параметров. Я не буду все рассматривать, это можно в документации посмотреть. Идея в том, что если и iOS, и и Android параметры добавить в одну ссылку, она будет работать кроссплатформенно, в зависимости от того, на каком устройстве пользователь ее открыл. И такие ссылки можно в том числе создавать программно в приложении, за счет этого пользователи могут шарить друг между другом какой-то контент. Например, пользователю понравилась картинка на какой-то странице в приложении, он нажал на кнопку шаринга, и в другую отправилась ссылка, по которой приложение может открыть ту же самую страницу. После того, как ссылка была создана, ее нужно каким-то образом пользователю передать. Это уже лежит на совести разработчика, продуктованера, кого-то, кто понимает решение. Например, ее можно включить в почтовую рассылку, или добавить на сайт, чтобы по МС сайту пользователь мог перейти на соответствующую страницу в мобильном приложении. После того, как пользователь получил ссылку и нажал на нее, происходит атрибуция. Я думаю, не все знают, что это такое, но чуть дальше будет понятно. Главное, что на первом этапе атрибуции система Firebase собирает о пользователе некоторые данные. В частности, собирается IP-адрес, с которого был осуществлен переход, и модель устройства. Там есть некоторые другие, но их никто официально не разглашает, и точный список неизвестен. После третьего шага в Firebase появляется ссылка, по которой перешел пользователь, и какие-то характеристики устройства, с которыми он это сделал. После этого, если приложение у пользователя еще не было установлено, он может его установить. Он попал в store, нажимает установку, приложение устанавливается. После того, как приложение будет запущено, происходит второй этап атрибуции. На этот раз уже Firebase SDK собирает те же данные, что были собраны на первом этапе атрибуции, и отправляет их тоже на сервер Firebase. Когда сервер Firebase получает эти данные, он сравнивает те данные, которые были получены при переходе на ссылку, и те данные, которые были получены при запуске приложения. В случае, если найдено соответствие, Firebase решает, что да, это, видимо, тот же пользователь, который переходил по ссылке. И на основании этого возвращает в Firebase SDK те данные, которые были в эту ссылку зашиты. Таким образом, передача данных через ссылку переживает установку приложения, в отличие от передачи данных через диплинки. Но в этой схеме есть один большой недостаток. Из-за того, что атрибуция — это не самая точная штука, и возможны всяческие коллизии, например, если два устройства, два пользователя с одинаковых устройств запускают приложение из одной сети с одним внешним IP-адресом, система может решить, что это тот же пользователь, и он получит данные, которые были зашиты в ссылке, которая ему не предназначалась. Поэтому какие-то конфиденциальные данные, например, токены, пароли, еще что-то, лучше в динамик-линках не передавать. Вероятность коллизии в этой бутылке не очень большая, но она есть. Ну и когда приложение получило от сервера данные, которые были зашиты в ссылке, уже задача разработчика конкретного приложения — как-то их интерпретировать. Например, перевести пользователя на конкретный экран, заполнить форму, сделать еще что-то. Это, собственно, все, что касается динамик-линков, но здесь есть один интересный пункт — это передача ссылки пользователя. Я назвал несколько вариантов, как это можно сделать, но Firebase предлагает свое решение, как можно ссылки пользователям передавать. Это invite. В основе invites тоже находятся динамик-линк, так что все плюшки, которые есть у динамик-линков, есть и у инвайтов. Это то, что данные передаются через установку, могут ввести на конкретную страницу и так далее. При этом в рамках invite предлагается отправлять пользователям данные либо через смс-сообщение, либо через почту. Все, что нужно сделать на стороне приложения, это интегрировать в Firebase SDK и добавить кнопку с названием, например, «Отправить ссылку через смс или почту» или, ну, что там дизайнеры на ней инвестуют, то и вывести. После того, как пользователь нажимает на эту кнопку, нужно сделать вызов одного метода в Firebase SDK и передать ему данные, которые будут шариться. После чего Firebase сам откроет вот такой экран, в котором вводится список контактов пользователя в Google аккаунте и список контактов, которые хранятся на устройстве. Поэтому для каждого контакта выводится, каким образом этому человеку можно отправить ссылку через смс, через почту или и так, и так. Пользователь выбирает один или несколько контактов и этим контактом отправляется ссылка. При этом сообщение можно очень сильно кастомизировать как раз за счет тех данных, которые отдаются в Firebase SDK при вызове этого метода. Так, например, для e-mail можно задать вам какую-то очень сложную верстку, а что e-mail нужно задать картинки, которые будут откуда-то подтягиваться. Это может быть вам такое полноценное маркетинговое письмо, которое один пользователь отправляет любому. Еще один способ привлечения пользователей с помощью Firebase — это аппиндексинг. Аппиндексинг в использовании существенно сложнее, чем Dynamic Links, но помогает добраться до тех пользователей, до которых Dynamic Link не набраться. Аппиндексинг приводит новых пользователей из поисковой выдачи Google. Это работает в Chrome, это работает на iOS в Safari в том числе. Это выглядит вот так. Пользователь вводит в поисковой строке какой-то запрос и в качестве результата, причем обычно в самом верху выдачи, появляется ваше приложение, которое у пользователя не установлено. Кроме того, аппиндексинг может помочь вернуть пользователя в приложение в случае, если приложение у пользователя уже есть, но он забыл о том, что оно у него есть. Либо если пользователь просто не знает, что интересующий его контент в этом приложении можно найти. В этом случае выглядеть выдача будет следующим образом. Приложение уже установлено, нет кнопки, предлагающей его установить, но при нажатии приложение открывается, открывается конкретная страница в нем. У аппиндексинга есть очень большой недостаток, это сложность его реализации. Она связана с тем, что Google не индексирует приложение само по себе. Google индексирует приложение вместе с сайтом. Соответственно, если у приложения нет полноценного сайта, а есть только какой-то лендинг, промо-страница, никакого аппиндексинга не получится. При этом контент на сайте должен довольно близко совпадать с контентом в приложении, потому что индексация происходит не просто, вот есть сайт, вот есть приложение, покажи его в выдаче. А происходит непосредственно, появляется соответствие между страницами на сайте и экранами в приложении. И в поисковой выдаче пользователь получает не просто ссылку на приложение, а ссылку на приложение плюс ссылку на соответствующую страницу сайта и может выбрать, куда ему перейти, в приложение или на сайт. Так что если контент на сайте и контент в приложении сильно не совпадают, ну, с аппиндексингом ничего не удастся. И это может создавать довольно большую проблему в случае, если разные команды занимаются разработкой мобильного приложения и сайта, например, разные аутсорсеры для одного заказчика. Потому что нужна довольно сильная интеграция. Следующий раздел, о котором я хотел бы рассказать, это сбор данных, которые предлагает Firebase. Здесь два варианта, это аналитика и краш-эпортинг. На самом деле они не сильно отличаются от подобных инструментов от других компаний или от того же Гугла. Так, Firebase аналитика не очень сильно отличается от Гугл аналитики, а краш-эпортинг не очень сильно отличается от того же Крашалитикса. Поэтому я не буду вдаваться в детали и пройдусь по отличиям основным. Firebase аналитика — это альтернатива Гугл аналитике, но заточенная под мобильные устройства. У Гугл аналитики одна из больших проблем — то, что у нее богатое вебовское прошлое, из-за чего ее мобильные аналитики использовать неудобно. Там куча всяких параметров, которые в мобайле непоименимы. Там информация о браузере и всякое такое, что не отключается, все попадается на глаза и перекружает интерфейс. Firebase аналитика заточена именно под мобайл. При этом Firebase аналитика полностью бесплатная, в отличие от Гугл аналитики. Все анализы можно проводить по всему объему данных, нет ограничений на количество собираемых данных. И, как обещают, платная она не останет. Хотя, кто знает. И при этом Firebase аналитика является частью всей общей платформы Firebase. И почему это круто, я расскажу чуть-чуть потом. Есть у аналитики свои недостатки. Так, например, есть ограничения в 500 событий. Это не значит, что вы не сможете собрать много данных. Это значит, что если в вашем приложении в какой-то момент будет собираться 500 различных событий, действий пользователя, вы не сможете добавить еще одно. Что потенциально не очень хорошо. Если приложение планирует сильно расти, в какой-то момент, скорее всего, вы упрятесь. И в Firebase нет даже какого-то тарифного плана, возможности оплатить за то, чтобы это ограничение было снято. Оно сейчас фиксировано и для всех. Возможности сегментации пока что более бедные, чем, например, у Яндекс.Апметрики, ну и чем у Google Аналитики. И опять же, почему это плохо, я вернусь, когда все буду рассматривать в совокупности. И Firebase Аналитика заточена под использованием вместе именно с гугловой рекламной сеткой. И если некоторые другие аналитики можно использовать для трекинга рекламных установок от кого угодно, ну, тоже решение от Яндекса, например, то с Firebase, скорее всего, сейчас к большинству рекламных площадок пойти не получится, потому что нужно, чтобы они хотели работать с этой аналитикой, были готовы принимать оплату по ее данным, Firebase же все-таки затащивается под AdWords. Crash Reporting, ну, фактически тот же привычный всем Crashlytics, который сейчас фактически стандарт индустрии. Пока что находится в бете, поэтому периодически возникают какие-то проблемы. Например, какое-то время он сам по себе крашился. И основной бонус в том, что он может использоваться вместе с Firebase аналитикой. То есть информацию о крэшах можно использовать в процессе анализа, строить на основании крэша и сегментацию какую-то, и вообще использовать вместе с другими инструментами платформы. Последняя и, я думаю, самая интересная категория – это взаимодействие с пользователем с помощью средств Firebase. Здесь две такие большие штуки – это Firebase Cloud Messaging и Remote Config. Firebase Cloud Messaging – это замена Google Cloud Messaging, но довольно расширенная. Firebase Cloud Messaging включает в себя не только нотификации, он позволяет общаться двусторонне, то есть приложение тоже может на сервер через него отправлять какие-то сообщения. Но в рамках взаимодействия с пользователем я хотел бы остановиться именно на вопросе отправки каких-то сообщений от сервера пользователя. Это решение кросс-платформенное, так что если использовать его на backend, то можно не тянуть отдельную отправку нотификационов для iOS отдельно для андроида, использовать только Firebase. и там нет практически никаких различий в использовании, там есть одно, к которому я сейчас тоже перейду. Очень крутой бонус – то, что сообщения можно отправлять не только с бэкэнда, но и с консоли. Это выглядит вот так. Просто заполнили поля, ввели текст сообщения, ввели название сообщения, но это необязательно, это просто чтобы это сообщение потом можно было глазами найти у себя в консоли, что оно было отправлено. Можно даже запланировать, когда, в какое время оно должно быть разослано, и отправить сообщение пользователям. Это удобно, потому что, во-первых, во время тестирования, во время интеграции бушей не всегда есть готовый бэкэнд, который это будет делать. Здесь же мобильный разработчик может сам себе отправлять сообщения, посмотреть, как они отображаются, все это протестить. Это могут делать QA, не имея доступа к бэкэнду, могут сами себе отправлять сообщения, смотреть, что происходит. И, кроме того, например, маркетологи или еще какие-то люди, выполняющие эту функцию, могут делать какие-то рекламные рассылки разовые. Опять же, делая все это из консоли, им не нужно разбираться в программировании, в устройстве бэкэнда, в его апе, в чем-то таком. В особых случаях можно обойтись без своего бэкэнда для отправки сообщений, в случае, если все notification в приложении сводятся к таким каким-то промотирующим разовым рекламным. Понятно, что если у вас мессенджер, вы не будете каждому пользователю руками отправлять сообщение о том, что им пошло новое сообщение. Или о том, что его почта доставлена, или изменился баланс на его счету. Но если подразумевается только промотирующий notification, почему нет? При этом FCM поддерживает два типа сообщений. Это привычные iOS-разработчикам notification message, то есть те сообщения, которые не требуют обработки на клиенте, они просто приходят и сразу выводятся. И data message — это привычный Android-разработчикам пуши, когда пуш приходит просто как набор данных, и приложение само решает, выводить его или сделать что-то еще, например, пойти на сервер за обновлением каких-то еще данных. На самом деле из консоли можно отправить только notification message, data message можно отправить только со своего бэкэнда все-таки. Но из крутых плюшек то, что интеграция бэкэнда с FCM точно такая же, как в GCM, если не добавлять никаких новых плюшек, так что бэкэнд переписывать не нужно вообще. Просто меняете ключ на бэкэнде с GCM на FCM, и все работает. Вторая крутая штука — это remote config. На стороне Firebase это выглядит следующим образом. В PEM в консоли можно создать пары ключ-значения. Например, ключ, который показывает, нужно ли в приложении показывать интро. И здесь на слайде вариант, когда выставлено true, то есть показывать нужно. В любой момент это значение можно поменять, и уже будет вместо показывать интро получится не показывать интро. При этом для ключей можно указывать разные условия, это могут быть довольно сложные составные. Например, если мы хотим показывать pop-up о том, что приложение нужно обновить только тем пользователям, у которых версия приложения старая, можем указать условия в remote config, и это значение в флажок true будет возвращаться для тех, у кого приложение старое. В флажок false для тех, у кого оно новое. После чего на клиентской стороне SDK получает от сервера Firebase эти данные, причем получает те, которые подходят конкретному клиенту. Опять же, в случае с pop-up про обновление, клиенту, у которого старая версия приложения, получит флажок true, у кого новое, флажок false. И клиентское приложение просто забирает эти данные у SDK и каким-то образом интерпретирует, ведет себя в соответствии с ними. Поэтому настраивать поведение можно без перевыпуска как приложения, так и без перевыкатки бэкэнда. И на самом деле это сделать может кто угодно через вполне понятный UI. Так, например, если какая-то фича в приложении уже запилена, но ее все еще нельзя показывать для всех, приложение может выйти с непоказываемой фичой на основе remote config, и аккаунт-менеджер, вообще не привлекая разработчиков к процессу, как только получит от клиента одобрение, включить эту фичу, меняет в консоли один параметр, и фича появляется у всех пользователей. Или дизайнер в рамках какого-то тестирования может менять, например, цвет кнопки, влияя на ее заметность, и на основании этого смотреть, как изменяется поведение пользователей, начинают ли они чаще на нее нажимать. Главное, чтобы в момент выпуска приложения такой функционал был в нем заложен. Как только его заложили, все, этот параметр становится переключаемым и всем доступным. Кроме того, remote config можно использовать в рамках AB-тестирования, что вообще очень круто, потому что в мобильных приложениях AB-тестирование не самая простая вещь. Здесь же в качестве условия, кому какое значение параметра возвращать, можно указать процентили, и определенное значение параметра будет возвращаться только некоторому проценту пользователей. Как это все вместе работает? Ну, конкретно сбор данных и взаимодействие с пользователями. В ходе использования приложения пользователь совершает какие-то действия, у него даже может быть что-то крэшится, и все это попадает в аналитику и в крэш-репортинг. И эти данные можно применять как раз для создания условий, которые используются в remote config и для нотификаций. Может это выглядеть следующим образом. Например, критерий, который используется здесь на картинках, это является ли пользователь платящим, то есть делал ли он какие-то покупки в приложении, покупал ли он и на АП. На основании этих данных аналитики можно создать условия, на первой картинке оно видно, и использовать его потом в remote config. Например, флажок показывает ли рекламу, может возвращать разные значения для платящих пользователей и не платящих. Если пользователь что-то платил, он и так хорошо монетизируется, можно его лишний раз не раздражать и повышать его лояльность. Для тех же, кто платить не хочет, вот у них альтернативный способ понести разработчику денег. Вместе с FCM используется аналогичным образом. Например, если мы хотим отправить сообщение, что скидки на вторую покупку в приложении включаются, необязательно отправлять это сообщение для всех. Если пользователь не делал еще ни одной покупки, скорее всего, ему будет это неинтересно, а будет его только раздражать. Здесь же мы используем то же условие, что и в случае с remote config. и это сообщение получат только те пользователи, для которых такое приложение будет, скорее всего, интересно. Но есть и свои недостатки у всей этой штуки. Во-первых, то, о чем я говорил, сегментация у аналитики Firebase так себе. Так, в качестве критерия для сегментации нельзя выбрать отсутствие какого-то события, которое выходило от пользователя. Можно только его наличие. То есть нельзя сделать сегмент из пользователей, которые ничего не покупали в приложении, потому что от них не приходило событие, что они ничего не покупали. Можно сделать сегментацию только на тех, кто покупал, кто запускал, кто нажимал на кнопку. Это может быть не очень удобно, потому что, скорее всего, какие-то покупки мы хотим таргетировать на тех пользователей, которые их не совершали, на тех, которые что-то сделали. И, кроме того, по умолчанию все данные собираются обезличенно, поэтому, если просто взять какой-то критерий, например, что пользователь нажимал на большую красную кнопку на главном экране, на этот критерий нельзя сразу взять и отправить сообщение всем пользователям, которые на эту кнопку нажимали. Нужно сначала указать, что нажатие на эту кнопку планируется использовать в качестве критерия для каких-то действий, и только для тех пользователей, которые нажмут на кнопку после выставления этого критерия, можно будет производить какой-то таргетинг. То есть только эти данные начнут собираться с привязкой к конкретному пользователю, с возможностью сделать для него что-нибудь особенное. На самом деле у меня все. Я жду ваши вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Конец. Продолжение следует...